Знаете, когда компания Netflix объявила о том, что они ищут сотрудника на вакансию промт-инженеринг с зарплатой в 900 тысяч долларов в год, то все тут же захотели стать промт-инженерами. Кажется, все просто. Ты просто задаешь какие-то вопросы чат GPT, либо любой другой нейросети, либо искусственному интеллекту, вытаскиваешь оттуда нужную тебе информацию, либо нужную информацию твоей компании, и все. Тебе за это будут платить хорошие деньги. И кажется, что это так. Но знаете, когда я вижу, как люди общаются с искусственным интеллектом, с нейросетью, как их используют, то большинство людей задает достаточно типичные стандартные вопросы. В этом видео я вам хочу показать 7 подсказок, которые улучшат ваши запросы в чат GPT, и вы дойдете сразу же до уровня примерно хорошего специалиста по промт-инженерингу, если будете использовать все эти рекомендации, которые я дам в сегодняшнем видео. Привет, меня зовут Игорь Зугеевич. Моя основная задача – это помочь предпринимателям, маркетологам, фрилансерам, да и вообще обычным людям использовать искусственный интеллект в качестве личного помощника, делегировать ему какие-то рутинные задачи, экономить на этом огромное количество денег и времени, ну и, конечно же, зарабатывать с его помощью больше денег, становясь более продуктивным. И в этом видео я вам дам 7 подсказок, которые вы можете использовать в своих запросах, в своих промт-запросах для искусственного интеллекта. Сразу скажу, я буду использовать искусственный интеллект на базе чат GPT-4. Это, на мой взгляд, сегодня один из самых крутых искусственных интеллектов, самых сильных искусственных интеллектов, которые существуют на рынке. Если вы смотрите это видео через год, через два года, возможно, уже какие-то изменения произошли, но те же подсказки, которые я вам здесь скажу, они все равно будут актуальны, я думаю, и будут работать. Если нет, то я, скорее всего, уже выпустил новое свежее видео. Значит, первый секрет, который я бы хотел, первый секрет, которым я бы хотел вам поделиться, это показать вот банально на примере, как чат GPT меняет свой ответ, либо как искусственный интеллект меняет свой ответ в зависимости от роли, которую вы изначально ему дадите. То есть, первая рекомендация — это изначально давать роль, либо пользовательские инструкции заранее прописывать для чат GPT, либо любого другого искусственного интеллекта, чтобы он точно понимал, что мы от него хотим. Смотрите, мы сейчас чат GPT задаем достаточно простой ответ. То есть, мы ему, мы его просим написать письмо на день рождения моего другу Ивану. И, соответственно, чат GPT, скорее всего, напишет просто обычное поздравление для обычного человека, не углубляясь в какие-то детали. Мы, кстати, попали в тестирование, и мы можем выбрать нужный вариант ответа. Но я не буду сейчас смотреть детально, но давайте выберем любой. И здесь он нам просто рассказал, дал какое-то поздравление, которое мы можем скопировать, вставить и, соответственно, отправить для того, чтобы поздравить нашего друга. Но если же мы хотим, чтобы чат GPT нам давал какой-то более точный ответ, нам необходимо погрузить его в роль. Например, в роль врача. И, соответственно, его ответ уже будет сильно отличаться от простого действия, да, напиши небольшое письмо на день рождения. То есть, действуй как врач, напиши небольшое письмо на день рождения. И здесь он уже действует именно как врач. То есть, он дает какую-то рекомендацию, он погрузился в эту роль и дает рекомендацию от имени врача. Мы можем изменить слово врач на маркетолог, на диетолог, на таргетолог, на специалист по диджитал-маркетингу, на нутрициолог, на фитнес-тренера. И, соответственно, его ответ во всех случаях будет немного другой. То есть, мы изначально погружаем чат GPT в какую-то роль, и его ответ от этой роли становится только лучше. Еще, то есть, вот, можем сравнить, да, здесь уже он действует как маркетолог, он уже вставил какие-то эмоджи в свое поздравление, и, соответственно, использует немножко другие слова. Окей, значит, лучше всего, когда вы эту роль заранее прописываете чат GPT. Например, я уже все, любую функцию чат GPT работаю с ней с помощью только пользовательских инструкций. То есть, я изначально даю чат GPT какую-то роль, которую я бы хотел, чтобы он принял, и только после этого я начинаю с ним общаться. Эти роли я прописываю в пользовательских инструкциях. То есть, я прописываю... Он меня спрашивает, что бы ты хотел, чтобы чат GPT знал про твой, соответственно, запрос, и как бы ты хотел, чтобы чат GPT тебе отвечал. И у нас в телеграм-канале, то есть, у меня есть специальный телеграм-канал, где у меня собрано больше 200 с чем-то ролей, которые могут принимать чат GPT, которые мы записываем изначально в ту самую пользовательскую инструкцию. То есть, есть специалист по маркетингу, есть нутрициолог, фитнес-тренер, есть блогер, есть журналист, есть спортивный обозреватель, есть все, что хотите, аналитик, есть предприниматель, SEO-специалист, таргетолог. И эти роли, в зависимости от того, что мы введем, в какую роль мы выберем, мы просто копируем данные по этой роли. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе «Описание», ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал и конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге, в личной жизни. И вставляем, соответственно, в нужный раздел чат GPT, их здесь всего два. И нам не нужно постоянно его изначально обучать, он уже будет играть в ту роль, которую нам необходима. Если у нас следующий запрос, мы просто эту роль убираем и добавляем туда другую роль. Все, после этого его ответы на те вопросы, они более точные, посты более правильные. И сценарии, если для Reels это сценарий, то они лучше помогают написать тот же сценарий для Reels либо какой-то сценарий для YouTube-видео. Поэтому используйте роль и тогда ответы чат GPT будет намного круче, чем обычный запрос к чат GPT. Вторая подсказка, которую используют большинство промт-инженеров, либо людей, которые умеют правильно общаться с чат GPT, это не пытаться получить с помощью одного вопроса сразу же большое количество ответов. То есть делите, разделяйте свой запрос на части. То есть, например, вам нужна какая-то при PowerPoint-презентация. Что вы делаете? Вы сначала уточняете структуру, потом по каждому элементу вы прорабатываете каждый элемент. Тогда ваша презентация становится как бы круче, но она правильнее написана, она интереснее, чем когда мы вбиваем один и тот же запрос, соответственно, в чат GPT. Смотрите, вот у нас есть запрос. То есть я хочу, например, прокачать свой YouTube-канал до 100 тысяч человек. Сейчас у меня столько-то, столько-то подписчиков. И я его прошу разработать для меня стратегию контента, основные этапы и цели для подписчиков, а также советы по достижению моей цели для достижения того количества подписчиков. И он мне, соответственно, дает такой достаточно вводный ответ. Но если я его попрошу разработать для меня только стратегию, а не вот это вот все, то есть я уберу и оставлю ему только стратегию, а остальные вопросы я ему буду задавать уже после, то его ответ будет совершенно другим. Ну, не то, что совершенно другим, а его ответ будет более подробный. То есть он первые пункты, может быть, скажет такими же. И я это тестировал, сразу скажу, на разных чатах. Сейчас попробую все в одном месте, запрос отправить. Но его ответы сильно отличались. И я думаю, сейчас тоже будут отличаться. То есть они более расширены. И по каждому этапу мы уже можем задавать конкретные вопросы. Все остальные вопросы мы можем задавать уже после, соответственно, основного и главного запроса. Видите, там было, если не ошибаюсь, около пяти пунктов. Здесь он уже нам прописал семь пунктов. Когда я тестировал, он мне писал порядка девяти пунктов, девяти этапов. И дальше я уже, соответственно, могу спрашивать советы по достижению цели, количество подписчиков и остальные советы. То есть задавайте в рамках одного вопроса, одного запроса, что один пункт. А дальше уже спрашивайте об остальных пунктах. Так ответы его будут намного качественнее и полезнее для вас. Следующая подсказка, которую я рекомендую использовать для того, чтобы чат GPT давал вам более верные подсказки. Это вводить его в контекст. То есть мы можем его просто спросить. Придумай мне название для моего YouTube канала. И, соответственно, он нам спросит. Дайте мне немного больше информации. Я не понимаю вас. И для того, чтобы такой ситуации, соответственно, не возникало, мы можем его изначально ввести в контекст. Рассказать, что мы хотим от него. И дальше у него попросить помощь. Вот, смотрите, мы ему задали вопрос. Придумай название для моего YouTube канала. И давайте сравним вот с таким запросом. Я хочу создать свой YouTube канал. Мой канал внешний искусственного интеллекта. Я использую искусственный интеллект в маркетинге, бизнесе и предпринимательстве. Я не очень люблю длинные запутанные имена. Мне нужно что-то точное поделать. При этом оно будет освещать, соответственно, мой канал. И я бы хотел выпускать побольше контента про маркетинг, продажи. Помоги мне придумать 10 названий для канала. То есть мы его ввели в контекст. Рассказали, что мы думаем по этой теме. Попросили его дать конкретное количество названий для канала. И рассказали, что название должно быть кратким и отображать суть. И это все мы сделали в рамках одного промта. Они просто отвечали на его вопросы в течение определенного количества времени. Мы его ввели в контекст. И не заставили вытаскивать какую-то информацию из нас. Мы сами ему дали информацию, необходимую для того, чтобы он создал нам те названия для YouTube канала, которые он считает и будет считать нужным. Следующая подсказка, которую я бы хотел, чтобы вы использовали в своих запросах к искусственному интеллекту, либо к чат GPT, либо к любой другой нейросети. Это чтобы вы сохраняли себе базу знаний из хороших запросов. Что это значит? Вы, например, спрашиваете постоянно об одном и том же учат GPT. Вместо того, чтобы постоянно придумывать и писать руками какой-то промт, имеете какую-то базу знаний, где вы можете, соответственно, этот промт использовать. Например, у меня есть телеграм-канал. Когда я его завел, я его завел исключительно для себя. То есть это не была никакая цель рекламировать и показывать этот телеграм-канал. Моя основная цель была сделать так, чтобы мне было удобно использовать те материалы, а не их искать, их не искать где-нибудь в Эверноте, а чтобы они всегда были у меня при себе. Но когда я начал показывать эту базу знаний, которая сейчас уже имеет больше трех с половиной тысяч промтов, больше трехсот образов, огромное количество промтов для Миджорни, для графических дизайнеров, промты на оригинальном английском языке, обзоры сервисов, промты на русском языке, то кому бы я не показывал, соответственно, эту базу знаний, все говорили, блин, дай мне доступ. Соответственно, мы открыли доступ к этой базе знаний, и теперь здесь огромное количество промтов, которые могут понадобиться в любой период времени. Вы можете вдохновиться, найти изображения, которые вам нужны для рекламной кампании, для ваших рекламных креативов, либо для ваших презентаций. Вдохновиться и найти промт для этих изображений. Вы можете найти по ключевому слову, например, Reels, промт для создания сценариев для Reels. Вы можете найти по ключевому слову SEO, например, промт для создания текстов под SEO. По ключевому слову там еда, либо там креветки, либо еще что-то. Соответственно, какой-то промт для генерации ответов от ChargerPT с этим ключевым словом. Соответственно, сохраняйте и имейте себе всегда под рукой такую базу знаний. Ну, либо можете подключиться к моей базе знаний, и какие промты вам понравились, либо которые вы будете использовать постоянно, можете их лайкать и, соответственно, сохранять таким образом для себя. Это очень удобно. Давайте я вам покажу пример, да, как мы можем использовать промты для себя. То есть создавать промты для себя. Например, вы создали запрос в ChargerPT создание ужин на 10 человек из пасты с креветками. И, соответственно, он нам полностью прописал ингредиенты необходимые и инструкцию, как это все приготовить. Теперь мы можем откорректировать этот промт и, соответственно, сохранить его для себя. Каким образом мы можем откорректировать? Например, место ужин. И таким образом мы можем откорректировать. То есть создай мне здесь выбрать завтрак, обед, ужин на какое-то количество человек из таких-то блюд, либо прописать какие-то ингредиенты, которые в данный момент у нас есть и которые мы можем использовать. И этот промт мы уже можем сохранить в себе базу. И знаем, что по этому промту мы будем получать хорошие качественные ответы. Соответственно, этот промт будем использовать на постоянной основе. Таким образом вы сохраняете себе базу хороших промтов, а это очень обязательно. Ну, не то что очень, это обязательно для любого промт-инженера. Следующая подсказка, которую я бы рекомендовал любому промт-инженеру, это просить чат GPT делать все по шагам. То есть не просто сразу же вывалить огромное количество информации, которое вам необходимо, а сделать, структурировать эту информацию и выдавать ее по шагам. Например, я работаю над проектом, в котором нужно организовать большой набор данных, организовать большой набор данных в более удобный формат. Данные включают отзывы клиентов, показатели продаж, тенденции рынка за последние пять лет, продумая процесс шаг за шагом, как эффективно проанализировать и классифицировать эти данные. И, соответственно, он нам шаг за шагом будет давать подробную структуру, которую мы можем использовать для того, чтобы классифицировать, соответственно, эти данные. И он нам дает, соответственно, шаг за шагом. То есть сбор и интеграция данных, предварительная обработка данных, исследование, анализ данных, интерпретация, предоставление результатов и интерация и обновление. То есть шаг за шагом, когда мы просим его сделать шаг за шагом, он не будет кидать это все в различных, в солянку одну, и нам нужно будет со всем этим разбираться. Нет, он даст нам пошаговую инструкцию, как необходимо, что и как необходимо, соответственно, все сделать. Это намного удобнее, чем использование любых других вариантов. Следующая подсказка, которую я рекомендую использовать любому промо-инженеру, либо человеку, работающему с нейросетями, это подсказка в выводе формата. Например, нам нужен таблица с данными в формате таблиц. Нам нужен какой-то ксф-файл. Нам нужен pdf-файл. То есть мы заранее просим его сделать какую-то... Просим необходимый нам формат. Например, сравни 10 самых популярных пород кошек в таблице по сравнению с критериями враждебности, дружелюбия, цены, продолжительности жизни. Соответственно, он нам написал несколько вариантов. Я здесь использую чат-жи пяти-три с половиной версию. Несколько вариантов по популярности кошек. Соответственно, он прописал враждебность у каждой кошки, дружелюбие, цену примерно, и продолжительность жизни, и вес. И это все в формате таблицы. Мы могли его попросить в формате какого-нибудь списка, в формате таблицы. То есть в каком удобном нам формате. Может быть в формате ксв, для того, чтобы мы смогли это выгрузить и вставить в свою эксель таблицу. То есть мы его заранее просим, четко заранее просим формат выдачи своего ответа. Ну и последняя, седьмая рекомендация, это вы можете использовать различные рекомендации в связке с другими рекомендациями. Например, просить прописывать заранее пользовательские инструкции и выдавать формат. Прописывать заранее пользовательские инструкции и рассказывать по шагам. Вводить в контекст и просить делать ответ в формате таблицы. То есть вы можете группировать любые эти подходы, и они в комплексе будут работать еще сильнее. И давать более мощные ответы от ChatGPT 4 версии, 3.5 версии, неважно. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Вы станете, наконец-то, промт-инженером. Вы научитесь делать правильные запросы к искусственному интеллекту, получать от него правильные ответы. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте «мне нравится» под этим видео. Напишите в комментарии. Это реально помогает для продвижения этого видео. Это будет от вас большая благодарность. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok